Ну что, коллеги, давайте все-таки попробуем в этих тяжелых невыносимых условиях совершить сегодня невозможное. Я сразу хочу сказать, что я чуть позже начал и, наверное, чуть позже закончу. Сегодня такой печальный день. Ну, я вам говорил про Российскую Академию Академии Строительных Наук. Нет, Академия на месте, но, к сожалению, сегодня мы прощались с президентом Академии, известным архитектором Александром Викчуком, Кузьминым. Ну и как бы не то, что у меня нет настроения, но я думаю, что может быть нет той энергии, напора, которая необходима для того, чтобы проводить такую лекцию в полном объеме. Тем не менее, я постараюсь завершить вот тот раздел этой лекции, третьей лекции, которую, помните, мы начали. Вот тут остатки, остатки моих записей, наверное, они есть и в ваших тетрадках, да. То есть это была, так сказать, тема, была тема, она, собственно, и осталась, мы сегодня вот ее завершим. Ну, завершим не означает, что я все расскажу, да, то есть я просто вас как бы настрою на эту тему, на эту волну, на то, значит, что вообще, так сказать, дело у нас делается и, так сказать, следует сделать. Ну и какую-то литературу, да, вот я вам уже ее давал, ну, значит, может быть, еще раз напомню. Итак, мы говорили, если вы помните, и закончили прошлое занятие на том, что, значит, первый такой, ну, наиболее, что называется, известный, распространенный во многих методиках, алгоритмах, программных комплексах используемый вид нелинейности – это физическая нелинейность, да. То есть это нелинейное поведение разного рода материалов, ну, мы имеем в виду строительные материалы, да. Конечно же, это касается не только строительства, да, мы должны понимать, что это касается и машиностроения, и, там, биотехнологий, чего угодно, да, потому что везде используются материалы, и везде они при определенных условиях, а некоторые материалы при любых условиях, более того, ведут себя нелинейно, то есть физическая нелинейность. Не буду сегодня больше об этом говорить, не потому, что оно того не заслуживает, то есть физическая нелинейность, нет, я повторяю, многие люди, многие коллективы, многие научные школы, да, возникали, как бы развивались, достигали определенных успехов и умирали, вот, занимаясь только этим и больше ничем. Ну, и, как бы, их существование уже этим было оправдано, да. Нет, дело вовсе не в том, что тема не заслуживает более широкого и глубокого, так сказать, рассмотрения, а ровно в том, о чем я говорю, да, что просто мы с вами должны успеть, так сказать, многое, да, и формат нам диктует вот такой быстрый проход по разным подразделам. Итак, физическая нелинейность. Первое по ходу рассмотрения, ну, и, как бы, не случайно. Второй вид нелинейности, который, ну, мы, естественно, упоминали все виды нелинейности, ну, вот второй, он идет у нас по ходу дела, это, ну, вы, наверное, напомните, геометрическая нелинейность, да, геометрическая. Геометрическая нелинейность. Ну, надо сказать, что у геометрической нелинейности, если говорить об истории, о том, кто этим занимался, насколько... Так лучше? Так лучше? Хорошо. Хорошо. Мы в прошлый раз давали понятие, да, определение, что такое геометрическая нелинейность. Ну, я считаю, что уместно сейчас по месту еще раз об этом сказать, напомнить. Название достаточно говорящее, геометрическая нелинейность, оно ровно говорит о том, что, как бы, эти виды нелинейности, это не одна, а целый класс такой, да, геометрических нелинейностей, да, проявляется при определенной геометрии. Что значит геометрия? Исходной геометрии и деформированной после нагружения, да. То есть, если у нас есть такие конструкции, ну, например, это гибкие, высокие конструкции, да, большепролетные конструкции, в которых мы уже по их геометрии можем подозревать, что там вот это самое, в чем она выражается, мы сейчас скажем, геометрическая нелинейность, очень даже может происходить при вполне себе таких, ну, нормальных нагрузках, не чрезвычайного характера, да. Вот. И это, конечно, касается и, так сказать, деформирования, то есть, критерия геометрической нелинейности, да, учета. То есть, геометрическая нелинейность существенно проявляется, да, и мы должны ее учесть в наших обоснованиях безопасности тогда, когда в деформированном состоянии, деформированное состояние, да, то есть, ну, какие-то характерные перемещения, например, да, соизмеримые, ну, или больше тем более, да, с характерными размерами наших, ну, с сечениями, предположим, да, наших конструкций, да. Если и когда это происходит, если в деформированном состоянии у нас конструкция, то есть ее перемещение характерное от исходного, не деформированного состояния, соизмеримые с характерными размерами нашего сооружения, ну, или там какой-то конструкции, да, большепролетные, все, Мы должны учитывать вот эту самую геометрическую нелинейность. А что значит мы должны учитывать геометрическую нелинейность? Что это вообще за зверь такой, да? А это вот тот зверь, который говорит о том, что такие, ну, привычные, да, соотношения типа каши, линейные соотношения между деформациями, например, и перемещениями, ну, или перемещениями деформации, да, которые связывают перемещения деформации, где на самом деле мы просто удерживаем, да, оставляем только линейные члены предположение малости. этих самых перемещений. Как только вот эта гипотеза, это предположение о малости перемещений становится неверной, мы уже не можем удерживать только вот эти линейные соотношения, и мы должны брать, ну, по крайней мере, квадратичные, а может и выше. И сразу вот возникает эта самая нелинейность, геометрическая нелинейность, которая на самом деле может делать погоду и определять поведение целого ряда конструкций, при котором их поведение будет совершенно отличный оттеп, ну, или вообще там просто качественно отличный оттеп поведения напряженно-деформированного состояния, да, которое характерно для геометрической линейной задачи. Я, опять же, постараюсь очень кратко, очень наглядно, да, заметьте, я не пишу формулу. Молодые люди, молодые люди, я не пишу формулу не за тем, чтобы вы разговаривали, да, а за тем, что, опять же, вспоминаем, да, вспоминаем, так сказать, Эйнштейна о том, что нет такой теории, такой сложной теории, да, которую нельзя было бы изложить за пять минут домохозяйке с тем, чтобы она поняла это. То есть я вот пытаюсь до вас донести не то, что домохозяйки, да, потому что здесь огромная литературная тема, в том числе математизированная, это сплошь, так сказать, математика, да, ну, основанная, так сказать, на феноменологии. Если вы, как бы, когда-то захотите или, там, сами заниматься, по крайней мере, понять, что сделали другие, вот, ну, разумеется, вам придется это постигать, да. Но я пока, пока вас, вот, как бы, не трогают, да, то есть повторяю не потому, что я не могу написать эти формулы, да, не поэтому. Итак, давайте посмотрим, какие наиболее яркие, ну, или даже, может быть, один наиболее яркий пример того, где, вот, неучет геометрической невинейности, ну, или неправильный учет, что тоже возможно, да, ведет к неправильным результатам, ну, качественно неправильным результатам, скажем так. Я приведу один пример такой, ну, как бы, тестовый, один из жизни, ну, как бы, из нашей практики, например, да. Ну, вот, давайте, опять же, в терминах, в терминах, значит, диаграмм П, какой-то там У, то есть нагрузка какая-то обобщенная, это не обязательно конкретная нагрузка, некий там интеграл от нагрузок, да, на конструкцию, и некое перемещение, характерное перемещение, да. Опять же, что мы имеем, когда имеем дело с геометрически линейными задачами, да. Ну, мы сейчас, когда считаем, что она и физически тоже линейная, да, вот, но мы имеем вот такую закономерность, да, вот 0, вот линейная закономерность, да. То есть, мы, предположим, внешний фактор у нас нагрузка, ну, или воздействие П, отклик перемещения, ну, или там усилие, неважно, да. Вот, мы имеем такую линейную закономерность, причем, опять же, вот мы идем сюда, ну, до какой-то точки, вот так, обратно мы идем по этой же линии, да, по этой же прямой, и возвращаемся в исходное положение. То есть, как бы, нагрузили, ушли куда-то линейно, да, прям пропорционально нагрузке, разгрузили, пришли в обратное недеформированное состояние. Ну, и так, сколько угодно раз. Это очень хорошая ситуация, она легко, достаточно описывается математически, ну, вот, вы наверняка знаете, что программные комплексы, ну, в большинстве своем, особенно такого массового применения, типа Лира, Скат, там, Микрофе, они достаточно уверенно, ну, не буду говорить о деталях, об особых случаях, они достаточно уверенно справляются с этим случаем физической и, в данном случае, геометрической линейности, да. А что произойдет, если у нас с вами вот какая-то конструкция, ну, вот, типа, такой тонкостенной оболочки, ну, или арки, да, под воздействием вот такой нагрузки. Будет ли она так себя вести? Да, конечно, на самом первом участке, я бы даже его нарисовал прямо на очень небольшом участке, вот на каком-то таком. То есть, когда нагрузки малые, достаточно, да, достаточно малы, да, перемещения ведут себя не именно в отношении к нагрузкам, да, ну, то есть, как бы, прям прямая пропорциональность, да, превращение, прям пропорциональное превращение нагрузки. Но если мы дальше, значит, начнем, да, нагружать, и уже, так сказать, у нас деформированное состояние, уже вот эти самые перемещения, начнут быть соизмеримыми, с каким-то характерным размером, ну, в данном случае толщиной, да, этой оболочки или этой балки, то тут уж мы увидим вот какую-то такую картинку, загибон такой, по-научному выражается, да, такой загибон. Более того, мы увидим некую точку, она называется критической точкой, да, ну, есть другие названия, там разные критичности бывает, точка бифуркации, да, точка прощелкивания и прочее, прочее, да. И, в принципе, вот если мы имеем такой аппарат математический, ну, он существует, геометрический не линейный аппарат, да, продвинутый, то мы увидим, что, вообще говоря, вот здесь возможны вот такие какие-то выкрутасы, да, то есть за критическая работа, в том числе вот по таким ветвям, то есть можно вот сюда перескочить, а можно вот сюда пойти, да. И более того, возвращаясь назад, снимая нагрузку, вы уже можете сюда не вернуться, да. То есть опять мы имеем очень такую неоднозначную многоветвевую нелинейную картину, но уже связанную не с физической нелинейностью, нет, с нелинейным поведением материала, потому что это все может проявляться при упругой стадии работы материала, то есть вот не надо ни пластичность, ни ползучесть, ни трещина образования, ничего такого, да. Просто вот упругая тонкостенная оболочка, например, да. Это вот проявление геометрической нелинейности. И повторяю, неучет или неправильный учет этой геометрической нелинейности может привести к тому, что вы прозеваете или неправильно определите вот эту критическую точку. А это очень опасно, это очень опасно. Мы еще будем об этом говорить, я вам обещал второй пример из практики, да. Но вот одной из таких ошибок, ошибок, связанной с как бы нерассмотрением задач геометрической нелинейной постановки, привел к тому, что трансвальфар, ну, опора трансвальфарка, тонкостенная цилиндрическая оболочка, значит, колонны, да, она приказала голоду жить. Ну, то есть потеряла устойчивость. А потеряв устойчивость, она в два раза увеличила пролет между колоннами, которые держали оболочку, ну, и тут уже не выдержала оболочка, она треснула, она на это не рассчитана была. Вы видите, какое интересное, так сказать, развитие событий, в начале которого был просто, так сказать, ну, скажем, недостаточная квалификация, думаю, что это, так сказать, вряд ли недостаток времени, хотя и то, и другое могло быть, да, так сказать, недостаточная квалификация расчетчика, да, которые вот обосновывали то самое, о чем мы говорим, да. Итак, это геометрическая нелинейность. Конечно, геометрическая нелинейность не обязательно вот должна приводить к потере устойчивости каким-то за критическим работом. Это такие наиболее яркие картины, да, яркие такие, да. Нет, мы просто можем вот идти по этой какой-то нелинейной ветви, да, эта ветвь может быть достаточно большой, она может быть не связана с выходом на критическую точку, на потерю устойчивости, но при этом она все равно дает результаты, результаты напряженно-деформированного состояния, то есть перемещение, усилие, напряжение, деформация, отличные от геометрической линейной задачи. Все, что я говорил, это не просто какой-то гимн нелинейности ради нелинейности, да. Мы как бы идем строго по задаче, да, адекватные оценки параметров безопасности, да, то есть, ну, прежде всего параметр напряженно-деформированного состояния. Если мы как бы ставим такую цель перед собой, мы должны делать это, как я сказал уже адекватно, да, с учетом всех тех факторов, которые реально проявляются в нашей с вами конструкции, основании конструкции зданий и сооружений, да. То есть вот не как бы говорить, как мне часто говорят, ну или там я вижу при экспертизе, да, что мы посчитали так просто, потому что программный комплекс типа не позволяет нам. Ну, это ответ двоечный, вы понимаете, да, какое-то отношение имеет к оценке безопасности, да. Здание, сооружение, конструкция ничего не знает о вашем программном комплексе, она, более того скажу, не знает о уровне вашего образования или то, что у вас в голове находится, да. Поэтому, значит, как бы не знание закона, они освобождают от ответственности за его выполнение. Так. Хорошо. Значит, мы с вами очень кратко повторяю. Может быть, люди, которые занимаются геометрические мнения всю свою жизнь, сказали бы, что преступно, кратко, значит, вот, осветили и тему геометрические мнения задачи, обращаю ваше внимание, да, это очень важно, не просто, не просто красиво, интересно и сложно, да, это все так, вот, но и очень важно в контексте оценки безопасности с учетом реально действующих факторах. Третий вид нелинейности. Я еще поговорю о их совместном действии, да, но пока я, как бы, набираю только, да. Третий вид нелинейности. Это структурное. Структурное нелинейность. Ну, если бы меня спросили и, собственно, я так и читал лекции еще несколько лет назад, в том числе для Пермского политеха, для ваших предшественников, магистров, магистрантов, если бы меня спросили бы еще лет 5-6 назад, что я вкладываю в понятие структурное нелинейности, я ответил бы так, как я отвечал, ну, вот как раз 5-6, там, 7 лет назад. Сегодня, это нормальная история в науке, в практике, там, в инженерии, да, сегодня в терминологическом плане, в смысле определения, ситуация немножко поменялась, да, немножко поменялась. Ну, понятно, все мы растем, учимся на своих ошибках, там, смотрим чужие, пытаемся их осмыслить, в том числе с точки зрения классификации явлений. И сегодня вот под структурной или конструктивной, это аналоги полные, да, мы говорили об этом, что по-английски это звучит как structural, номеролитис, да, structural. Ну, по-русски это можно либо прямо, так сказать, кальку сделать, это структурно, либо сделать перевод, как это обычно переводится, structural это конструктивно, да, конструктивно. Ну, вот, значит, как хотите, да, в русском обиходе профессиональном используются и те, и другие определения, да, и тот, и другой термин. Так вот, значит, что прежде всего относится сюда. Ну, вот, как бы, то, что мы относили раньше. Ну, как правило, мы туда относили из таких имеющих отношения к действительности, к практике строительной, ну, и, соответственно, к обоснованию безопасности. Прежде всего, задачки с контактами, да, то есть контакты, которые открываются, закрываются, трения, по которым происходит и так далее, да. Есть ли такие вообще конструкции, есть ли такие сооружения, которые построены вот на этих контактах, да, их достаточно много, их достаточно много, ну, опять же, ближе там к последней лекции мы их посмотрим, да. Иногда это намеренное и правильное решение, да, строить конструкцию вот на таких эффектах, скажем так, конструктивной или структурной невинности. Иногда это ошибочное решение, да, бывает и так. Но, тем не менее, такие эффекты, значит, есть. А сегодня, сегодня под конструктивной линейностью все чаще, ну, если посмотреть литературу и книжки, в том числе вот уже упомянутых мной авторов, вот недавно вышедшие книги там «Системы с перестраиваемыми расчетными моделями», это вот книжка, опять же, Перельмутера и Кабанцева Олег Васильевича, вот мы буквально там за пять минут до начала нашей лекции не звонил. Вот, все чаще в эту область конструктивной нелинейности или структурной относят вообще любые системы с перестраиваемыми расчетными моделями, да. Ну, если в процессе там строительства, эксплуатации, восприятия каких-то нагрузок, ну, например, да, система меняет свою конструктивную схему, да, ну, или расчетную схему, то есть какие-то элементы включаются, какие-то выключаются, да, какие-то начинают работать как-то иначе, с какими-то другими характеристиками. Вот это все относит сегодня, ну, по крайней мере, значительная часть профессионального сообщества, которые, ну, как бы думают на эту тему, ну, вот мы, безусловно, относимся к такой части, да, относят вот к конструктивной линейности, да. И я думаю, что, значит, они имеют на это право. Естественно, все эти виды конструктивной линейности, которые были раньше, ну, те же контакты с трением, открытие-закрытие, они к ним, конечно, относятся, вот входят, но, значит, теперь это как бы шире понятие, шире. Ну, я, так сказать, может быть, покажу самые простые такие задачки, ну, с трением, да, я уже говорил, задачки, это вот даже как классическая задача, там, Герца, да, например, вот там, да, вот, задача Герца, или там задача движения какого-то, какого-то штампа по основанию пригруженного, да, и движения, значит, по этой поверхности с трением, с контактом, да, это все, ну, такие простые, классические, можно сказать, да, восходящие, там, вот, Герцу, там, в теории кулона трения, да, классические такие задачи, где мы можем и должны говорить, что это задача со структурной линейности. Ну, а если вы спросите, а какую задачу можно, ну, например, да, из простых задач, мы бы отнесли вот в новой, такой расширенной, да, терминологии, в расширенном области, ну, например, например, не настаиваю, да, что это единственное, конечно же, да, вот у нас есть какие-то колонны, неважно, как они закреплены, мы потом увидим целый ряд конструкций, которые, значит, и есть, значит, вот так называемые ветровые связи, да, то есть это такие связи, которые обеспечивают устойчивость этой конструкции от поперечных нагрузок, ну, ветровых, например, да. И вот характерным примером, ну, или характерной ситуацией, скажем так, работы таких конструкций является, что при вот каком-то там деформировании, да, вот каком-то там вот таком деформировании, у нас одна из этих связей, которая находится в растянутом состоянии, да, она работает, то есть она держит, да, а другая теряет устойчивость, да, то есть тут, видите, два проявления, проявления геометрической невинейности, да, как бы для самой этой связи, да, геометрической невинейности, но в результате для всей системы в целом мы имеем другую расчетную модель, то есть у нас уже одна из связей не работает, да, ну, при такой нагрузке, и стало быть, мы должны ее исключить из расчетной модели и его, по сути, обеспечить вот такую структурную линейную работу. Если это еще происходит в динамике, понятно, что они еще меняются, так сказать, по времени местами, да, то есть в одну сторону одна работает, в другую другая. Вот такая интересная работа, да. Итак, это структурная нелинейность. Ну, вы можете, наверное, предположить, что это какая-то экзотика и так далее, нет, хочу сказать вам, что для целого ряда, большого ряда конструкций и систем мы не просто там можем, или там, значит, у нас есть какой-то научный интерес, там, предположим, к решению этой проблемы, ну, конечно же, есть. А это совершенно необходимо, чтобы мы могли точно, да, адекватно оценить параметры безопасности механического такого рода системы, вот с таким видом нелинейности. Ну, вот обращаю ваше внимание, обращаю ваше внимание, что если понятие физической нелинейности и геометрической нелинейности, да, они явно прописаны, явно прописаны в федеральном законе, 384-м, с которым мы с вами начинали, да, то вот таких понятий, как структурная нелинейность, там, ну, или вот так, о которой я буду говорить еще чуть ниже, они там не используются, да. Почему? Ну, хороший вопрос, но не к нам, да, но не к нам. Вот, сегодня, я повторяю, если бы, как бы, директором был я, если бы я писал федеральный закон, я, конечно же, наряду с физической и геометрической нелинейности туда поместил бы и вот этот вид нелинейности и другой. Какой другой, сейчас мы поговорим. Идем дальше. Четвертый и, наверное, последний вид нелинейности, о котором я хотел бы поговорить сегодня, но это не означает, что есть еще какие-то, они, может быть, и есть, может, они зреют, может быть, там есть какие-то тайные коллективы, корпорации, которые в тот самый момент, когда я с вами говорю, они там, как это сказать, замышляют какой-то там пятый вид нелинейности. Возможно. Но мне об этом неизвестно пока, да, и вроде бы этим не пахнет. Это так называемая, ну, это самое красивое по названию, что это означает, мы сейчас поговорим, генетическая нелинейность, да. Генетическая нелинейность. Ну, смотрите, вот если мы говорим, по крайней мере, идеологически, да, ментально, в таком научно-профессиональной среде, да, если о физической нелинейности, о геметрической, ну, или там определенной части структуры нелинейности, ну, как бы и знали, и писали многие книги, и там использовали, ну, по крайней мере, в таком академическом, да, и образовательном поле, может быть, меньше там в реальном проектировании, ну, по крайней мере, было понятно, что это важный фактор, когда они работают, что нуждаются, как они нуждаются в развитии. То как-то еще лет 15-20 назад в обиходе, ну, в строительном обиходе, да, ну, и в том, о чем мы говорим, применительно к обоснованию безопасности механической, да, вот этого понятия не было, как такового, да. Правда, в некоторых программных комплексах, в некоторых, не во всех, появляются некоторые опции, мы посмотрим, да, значит, насколько они имеют отношение к этому термину, которые назывались по-разному. Ну, например, в программах класса ЛИ, Раскад, это назывался опция монтаж, да, монтаж. Ну, что такое монтаж, понятно, с точки зрения, ну, как бы, технологии, да, что это такое с точки зрения расчета, вам по-своему, не очень понятно, да, что вкладывают авторы в это понятие, ну, по крайней мере, не было понятия, да. Повторяю, это появилось тоже относительно, ну, если рассматривать всю историю развития, там, тех же программ контакт относительно недавно, да, и сегодня приобрело известность, ну, и отчасти популярность, но мы сейчас как бы к этому перейдем. В других программных комплексах, ну, таких не строительно ориентированных, ну, например, NSYS, да, NSYS Mechanical, там среди множества, множества других опций, возможностей, в том числе тех, которые можно активировать с помощью макросов и каких-то иных средств, был такой очень пугающий, звучащий, значит, такой инструмент под названием «Жизнь и смерть элементов», да, «Жизнь и смерть элементов». Ну, был такой мюзикл «Жизнь и смерть» Хакина Мурьетты, вот как раз, ну, завтра будут похороны Марка Захарова, по-моему, это как раз к нему, да, в Тяпи Ленукову, по-моему, была премьера его. Так вот, значит, там были такие, значит, опции, да, которыми тоже пользовались, вообще говоря, уже, ну, на протяжении некоторого времени. На самом деле и то, и другое, а, быть может, третий и четвертый, вот, которые называются разными названиями, это, по сути, проявления, или, так сказать, другие названия, другие никнеймы, да, вот этой самой генетической линейности. Генетическая линейность, которая учитывает поведение нашей конструкции, отличное от линейного, да, за счет учета последовательности возведения, вот генетика в этом, да, возведения, что бы это ни было, это мог быть грунтовый какие-то, там, котлован, да, отрывка котлована, укрепление, там, потом возведение чего-то подземного, это может быть надземная конструкция, то есть поэтажное возведение, это может быть и то и другое, подземное, надземное, да, опять же мы вам будем показывать примеры, из последних наших лет у нас вот буквально на столе уже второй год лежит очень такой интересный объект, равноинтересный и в своей подземной части, и в надземной части, и возводимый именно вот так, там, через товаровед за склад заданное крыльцо, то есть какими-то этапами, захватками, то есть там и тогда, где и когда вот эта последовательность возведения играет роль, причем роль существенную, да, в напряженно-деформированном состоянии как в процессе возведения, так и, так сказать, уже в готовом варианте, вот это как раз и есть генетическая негневность, потому что учесть это как бы линейно, или как раньше говорили, как вернее сейчас говорят, одномоментной схемой, да, когда у нас ничего нет, потом прилетел волшебник в глупом вертолете и опустил дом, прям сразу целиком, да, здание или сооружение, и мы смотрим ее напряженно-деформированное состояние, это так, как работали, ну, там, на протяжении многих десятилетий, вот, быть может, там за исключением вот последних, там, нескольких лет буквально, да, ну, там, 10 лет, целиком положено, а вот за последние эти 10 лет было выяснено, да, что для целого ряда конструктивных форм, сооружений, способов возведения их, учет реальной последовательности возведения может проводить не только количественно другим результатам напряженно-деформированных состояния, но и качественно другим результатам. Мы эти примеры обязательно с вами посмотрим, это примеры реальные, это не просто, хотя, разумеется, есть и тестовые, и рефляционные, какие-то модельные задачки с них начинали, вот, но, как бы, есть реальные объекты, да, есть натурные обследования, да, и есть результаты расчетных исследований, которые показывают, что не учет вот этой последовательности возведения, ну, точнее, геометрического возведения, да, ведет где-то к количеству, а где-то и качественно неверным результатам. Ну, и стало мы к неверной оценке параметров механической безопасности, о которых мы с вами так печемся, да, в наших занятиях. Ну, я вам приведу пример, повторяю, будут еще примеры, там, значит, на слайдах, такие с цифрами, очень красивые, да, ну, мне, по крайней мере, не нравится, вот. Ну, вот такой характерный пример, где это проявляется, вернее, класс задач, очень большой класс задач, это не выдумка и не какой-то, не какая-то резервация, да, вот, узкая. Вот, предположим, у нас с вами высотное здание, ну, многоэтажное, не обязательно высотное, да. И, предположим, мы его даже говорим, что на жестком основании, хотя, понятно, основание тоже играет. Здание состоит из какого-то жесткого ядра, что весьма характерно для высотных зданий, да, и каких-то перекрытий, да, ну, там, с колоннами. Понятно, что их много, я тут рисую немного, а их много. Это колонны. А это вот жесткое ядро. Ну, еще это может быть несимметрично, я нарисовал симметрично, верно, да. Вот оказывается, что если, если мы вот рассматриваем это здание, значит, по одномоментной схеме, то есть без учета демокрической линейности, да, как обычно, линейного круга и все такое, да, мы получаем одно распределение перемещений, что самое главное усилий, да, ну, несущих элементов, по которым мы там их можем армировать или выбирать сечения, ну, и стало быть, удовлетворять критериям механической безопасности, да. А если мы в наших расчетных моделях сделаем так, как это делается на самом деле, на стройке, на стройке, повторяю, никто не приносит это здание, не ставит его целиком. Ну, может, со временем китайцы научатся, я не знаю, но вот пока вроде такой незавидчивый, да. Его строят вот так, значит, вот один этаж, да, первый построили, так. Перед тем, как строить второй этаж, ну, там, колонны и ядро, вот эти точки реперные, где у нас будет бетонировать верхний этаж, да, их, как бы, выравнивают под уровень, ну, тот, который, значит, соответствует проекту, да. То есть, как бы, не допускается деформации каких-то, да, больших перемещений. Вот, потом ставят второй этаж, да, и наша расчетная с вами модель, да, она должна вот ровно, ровно вот таким образом быть и построена. То есть, первый этап, второй этап, третий этап, естественно, с запоминанием того, что произошло ниже, да, напряженно-деформированное состояние, и с подтягиванием, так сказать, вслед за прорабом, подтягиванием этих этажей до расчетных отметок. И вот оказывается, что если мы модель будем строить так, и вот при таком достаточно контрастном соотношении жесткостей, то есть, у нас есть такое сильное гидро здесь, жесткое, да, и достаточно гибкие конструкции, вот, так сказать, по периферии, да, у нас будет кардинально другое распределение, ну, например, усилий в этих колодках. Более того, если вы посмотрите вот при одномоментной схеме, без учета геометрической линции, вы увидите, что у вас, например, на верхних этажах здесь, да, вот эти колонны находятся в растянутом состоянии, в растянутом. Ну, если предположить такую одномоментную схему, вот там, они такие бывают, если же строить, как оно строится, они будут в нормальном, в жатом состоянии, ну, как они на самом деле должны быть, да. То есть тут как бы за этим даже такая обычная, понятная с детских школьных времен физика, да, вот за эту схему с генетической нелегидностью и, соответственно, с поэтапностью возведения. В чем мой пафос, когда мы говорим о нелегидности? Самых, я вернусь к началу данного рассмотрения, такую философию, да, в том, что это не стремление, вот учет нелегидности, да, физической, геометрической, структурной, логической, это не стремление там выпендриться, да, или там поставить себя выше там своих коллег, это абсолютная необходимость, да, в ряде случаев, ну, в которых мы уже говорили, или в каких-то иных, это как бы результат обследования, исследования, да, учета тех факторов, которые влияют на оценку механической безопасности. То есть если мы этого не делаем, чем бы мы ни руководствовали, да, нашим незнанием, там, отсутствием опытом, нереализованностью в каком-то программных комплексах, к которым мы привыкли, да, это все не прокатывает, да, в качестве обоснования или объяснения, да, вы как расчетчики, вы как конструкторы, да, и на вас лежит вся ответственность, то есть не на программе, там, не на еще каком-то, да, а именно на вас, и вы за это ответственны, да, и в случае чего эту ответственность будет нести и хлебать полную ручку. Теперь вопрос такой, вот один вид нелинейности, другой вид нелинейности, третий вид нелинейности, четвертый вид нелинейности. А как их учитывать? Вот, предположим, мы подозреваем, а это подозрение в целом ряде обоснованно является, да, что в наших конструкциях, в наших сооружениях, зданиях, которые мы исследуем, могут проявляться все четыре вида нелинейности, да, вот четыре класса нелинейности, о которых я говорю, физическое, генетическое, структурное и генетическое. Что делать? Как методологически поступить правильно? Ну, надо сказать, что вот на этой почве, на почве такого, ну, видимости, простоты, да, учета этих факторов нелинейных, ну, в современных программных комплексах, класса Энсиса, Абакуса, например, иностранных, возникло такое своеобразное паразитарное, паразитическое течение, ну, прежде всего подверженную молодежь, да, такая. Она говорит, какие проблемы? У нас мало времени, у нас там мало, предположим, там, не знаю, денег или еще чего-то. Давайте мы врубим, прям так вот, врубим все виды нелинейности сразу, посчитаем, получим результат и пойдем там, условно, в кассу, да, или куда-то там, за какими-то наградами. Вот это очень тоже одно из возможных и очень опасное проявление вот этой пещерной дикости такой, да, ну, в этом вопросе. Еще раз повторяю, вот все эти мощные алгоритмы, программы, они даны вам не за тем, чтобы вы делали все быстро и не думая, да, это как раз возможность, получив результат и подумав, да, значит, пройти дальше, чем шли ваши предшественники, ну, или ваши коллеги. О чем я говорю? Когда люди сразу врубают все эти кнопки и получая результат, ну, какой-нибудь, может быть, даже он что-то напоминает, да, они не могут ответить на простейший вопрос, когда я вам задаю, типа, а как вы оцениваете влияние этого вида нелинейности, другого вида нелинейности, почему вы должны верить этому результату, в конце концов? Ответа нет, именно потому что они врубили все кнопки и не дали себе труда подумать, как на этапе постановки задачи, с учетом технических видов нелинейности, да, так и на этапе анализа тех результатов. Поэтому здесь работает и может привести, если вообще, так сказать, результат достижим, да, успех, именно подход степ-бай-степ. То есть, что я имею в виду? Первым шагом обычный линейный расчет, линейные упруги, без каких-либо видов нелинейности, вот с тех, которые, да, это своеобразная печка, от которой вы отплясываете, и которую надо знать. Вот печка, вот она линейная упруга, это как мы бы считали 20-30 лет назад, предположим, да, у других не было возможностей, там, или мозгов у других не было, неважно. И это, как бы, вещь, которая более-менее уверена и хорошо считается во всех программных комплексах, да, ну, я имею в виду не только перечисленные, но и высокого уровня, о которых мы будем еще говорить, но и вот там программа класса вирус, как микрофон, ну, далее, там, робот, да, софистик и так далее. Далее, физическая нелинейность, отдельно от других, геометрическая, если конструкция гибкая, да, податная, геометрическая, отдельно от других и так далее. То есть, мы должны сделать такие пробные шаги нелинейные на вражескую территорию нелинейную, да, она гораздо шире, и она такая пространственная, да, такая пространственная зона. Мы такими векторами идем. Физическая нелинейность получили, посмотрели, оценили, сказали, да, действительно, вот какое влияние, и мы готовы прокомментировать это влияние, мы просто готовы, должны это сделать, да. Вот геометрическая нелинейность, да, другой вектор. Вот мы, значит, на эту территорию зашли, вот результат получили, тоже готовы его откомментировать, да, если не готовы, то дальше идти некуда, да. Вот структурная нелинейность, а вот генетическая нелинейность. И только после того, вот, как мы можем по отдельным видам нелинейности получить результат, это не факт, это не всегда легко, и проанализировать его, и прикинуть творительный вывод из этого анализа, только после этого мы можем и должны врубать все виды нелинейности, да. И уже оценивая, так сказать, результаты с учетом всех видов нелинейности, мы можем действительно достичь успеха, да, как в самом результате, так и, как бы, в оценке его достоверности с точки зрения, в том числе, оценки параметров механической безопасности. Вот, как бы, ту мысль, которую я не хотел бы заболтать, или которую вы, может быть, забудете, да, какими-то последующими выкладками или, там, умозаключениями на сегодняшней лекции, да, и я бы, ну, в качестве определенного бонуса, ну, или в связи с обстоятельствами, этим и закончил сегодняшнюю лекцию, да, вот этой мыслью, да, что каждый вид нелинейности важен, более того, необходим, когда он проявляется значимо, и если они проявляются совместно, мы должны к этому приходить только путем последовательного врубания различных видов нелинейности, да, и потом совместного и оценки, и анализа. Эта мысль понятна, да? Говорю об этом потому, что, вот, повторяю, сейчас уже появились такие молодые умельцы, да, которые вот врубают сразу все и говорят там, ну, программа посчитала, вот, программа хорошая, типа, а дальше, значит, без нас, так, не получится. Коллеги, есть ли у вас ко мне вопросы? Как-то вы об этом говорите упавшим голосом. Почему? Хорошо, тогда, с вашего позволения, я пожелаю вам успехов. Значит, я хотел бы, чтобы все-таки вы продвинулись, продвинулись вот по нелинейности, то есть я вам говорил о тех книгах, которые, ну, вот, да, про которые говорил, там, и Перельмутера, и Слифкера, расчетные модели возможностей анализа, там есть виды нелинейности, да, вот, ну, есть много классиков, я говорил тоже о них, там, в области физической нелинейности, например, это Качанов, Юшин, Роботнов, вот, повторяю, эти книги все доступны, ну, это такие как бы вехи на пути, да, так сказать, продвижения по нелинейности, но, конечно, сегодня использование этих видов нелинейности мы, так сказать, присутствуем при том этапе, когда они все более и более активно используются в реальном проектировании, ну, для оценки механической безопасности и других этапов жизненного цикла, зданий и сооружений, вот, ну, для того, чтобы вы тоже могли со временем присоединиться, да, вот к этому важному, необходимому процессу, ну, вам предстоит, естественно, самостоятельная работа, да, потому что я просто не успеваю, да, если говорить о формате наших занятий. Это понятно, да? Да. Окей, спасибо. До следующих встреч. До следующих встреч. До следующих встреч.